Новый автопробег клуба «Подорожник» это не только и не столько спортивная акция. Экстремалы решили поддержать проект «Белкамур». Потому как в прессе появились статьи с тревожными новостями. Дескать, надежды республики на «Белкамур» могут рухнуть. Госдуме представители левых партий активно лоббируют строительство двух других железнодорожных магистралей в обход нашего региона. Регионы, которые не имеют сообщений транспортного, живут натуральным хозяйством. Это, соответственно, прошлый век. Чем больше у нас таких районов, регионов удаленных, тем медленнее развивается вся республика. Соответственно, мы хотим, чтобы наша республика была передовой, перейти к планету всей. Соответственно, мы можем так внимание привлечь к этой проблеме, своим автопробегам, ездой по бездорожью на больших машинах. Мы это делаем. Масло в огонь подливает вице-спикер госсовета КОМИ Станислав Хохалкин. По его словам, архангелогородцы предлагают развивать Котловский узел и свои порты. Пермики считают, нужно прокладывать прямой путь от Перми до Санкт-Петербурга. Впрочем, подчеркивает депутат, эти проекты сырые. А Белкамур готов на 100%. Но КОМИ рискует остаться в стороне, поскольку у соседей в Москве сильные лоббисты, в их числе коммунисты и эсеры. То, что сегодня это экономически очень выгодный для республики проект, это объяснять не надо. Это сегодня создание рабочих мест, это поступление налогов. Это на самом деле, я бы не побоялся назвать прорывной проект для всей республики с экономической точки зрения. Поэтому сегодня очень важно объединиться вокруг этого проекта. И сегодня очень важно помочь главе республики Вячеслав Михайловичу Гайзеру, чтобы этот проект отстоять, чтобы этот проект был, и он состоялся. Участники автопробега сейчас собираются в дальнюю дорогу. Маршрут начнется на границе КОМИ и Архангельской области, где и заканчивается недостроенная железная дорога. УАЗы войдут в республику Судары, пройдут через Усть-Вым, Карткиросский, Сыктывдинские районы и 4 декабря прибудут в Сыктывкар. Кстати, это первая зимняя экспедиция сыктывкарских экстремалов. Что касается мех автомобилей, они, конечно, будут доделываться, дорабатываться до того состояния, чтобы все-таки в машине было тепло. То есть это более серьезный подход к отопителю будет, к утеплению самого салона, потому что сейчас то, что вы видите, это, конечно, автомобиль для лета, ни больше, ни меньше. То есть объем будет уменьшаться для того, чтобы два человека будут находиться, сзади будет холодно, а в кабинной части будет тепло. Экспедиция пройдет как раз по маршруту Белкомура. Участники автопробега заедут в населенные пункты Виндиго, Благоево, Усогорск, Йодва, Жешерт, Айкино. Будут собирать подписи людей в поддержку проекта, ведь от появления новой магистрали выиграют в первую очередь жители этих районов.